Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Всем привет! Новый, свежий, 26-й выпуск подкаста Три пункта прямо здесь и сейчас. С вами, как обычно, Саша Гавриков и Гоша Голышев тоже здесь. Гош, ты такой радостный при цифре 26, Гош. Ты знаешь, что 26 люди заканчивают аспирантуру? Ну, я примерно так, наверное, закончил. Да? А ты последний раз в университете когда был? Когда учился ты последний раз? В универе 11 лет назад, Саша. 11 лет назад? Гош, знаешь, как говорили известные люди, никогда не поздно учиться. У нас есть такой сюрприз, да, лично для тебя и вообще для всех наших слушателей. Партнером сегодняшнего выпуска является онлайн-университет востребованных профессий Skillbox. У нас есть специальный промокод, который звучит, да, три пункта. Очень неожиданно. Почему? Три пункта. Который предоставляет скидку 55% на все курсы Skillbox до 5 июля. Поэтому, друзья, если вы хотите обучиться, вот как Гош, да, он изъявил желание, а вдруг я... Ну, кстати, я вот после института университета постоянно где-то учусь. Вот, это же полезный навык, да. Поэтому, друзья, если вы хотите обучиться, выбрать курс, вы можете зайти по ссылке в описании выпуска, ввести наш промокод 3 пункта и учиться с большой классной скидкой. Важно сказать, что латиницей. Но мы все напишем в описании выпуска. Мы все в описании напишем. Гош, 26 выпуск. Как всегда, слушатели прислали вопросы. У нас сегодня, на самом деле, большой выпуск. Мы опять его разобьем на таких, да, два полчасовых блока. В каждом блоке у нас будет по три вопроса. И, соответственно, разберем сегодня вопросы от наших слушателей. Гош, готов к первому вопросу? Да, первый такой волшебный вопрос. Вопросы очень разные, как обычно. Круто, спасибо. Да, да. Поехали. Поехали, я готов. Немножко магии сейчас, да, погружаемся в Хогвартс. Первый вопрос. Верите ли вы в карму? Да, нет и почему? Вот такой вопрос. Обоснуйте за карму. Обоснуйте. Да. Слушай, ну давай первый пункт. На самом деле, я подумал, что вообще мне нравится эта культурная концепция кармы. Ну, реинкарнации тоже, да. Это можно назвать такой культурной концепцией, да, прям? Ну, это как бы религия вообще, религиозный термин. Но для меня это такая культурная, в первую очередь, концепция. Я даже иногда говорю вмежду делом. Не надо, а то карма вернется. Да, 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 типа почищу карму, вот эти все выражения. Поэтому я тоже их иногда использую. А нравится она не тем, что, в принципе, такая концепция, которая транслирует такое ответственное поведение и, знаешь, показывает людям причинно-следственную связь между их поступками и последствиями, которые наступают после этих поступков. Вот. И в этом смысле это достаточно гуманная концепция. То есть про то, что ты натворил, то, как ты пожил, ты переродился. То, что ты вернешься, да? Да, у тебя кармически это вернется. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. То есть такое типа концепция. Да, поэтому в этом смысле она такая, знаешь, не то, что вас сожгут на костре. А вот как-то, ну, на что вел себя по-свински. Вот тебе все это по-свински вернется в следующей жизни. Ну, или там даже в этой. Сейчас где-то в гробу переворачивается кое-кто из Второй мировой войны. Вот он не по карме жил, Гоша. Это, возможно, уже не в гробу, а судя по карме, возможно, он кем-то там бегает сейчас. Тараканчиком на кухне. Да. Вот, поэтому я думаю, что на определенном отрезке времени эта концепция, правда, была такая очень полезная и хорошо регулировала социум. Потому что другие какие-то социальные регуляторы, они в силу развития человеческого общества на тот момент были недоступны. Вот это первый пункт. Класс, класс, класс. Ну, давай ко второму тогда. Второй, да. А ты сам веришь карму? Вот и давай я в третьем пункте скажу про это. Вот, мне, знаешь, еще понравилось, когда я читал сейчас про карму, что карма не является судьбой. То есть для меня это прикольно. То есть согласно ведам, писаниям, да, если мы сеем добро, мы пожнем добро. Если мы сеем зло, то мы пожнем зло. И, ну, по факту, конечно, это такие, знаешь, очень философские категории, такие немножко, знаешь, идеалистическая такая модель мира. А если мы сеем семена конопли, мы сядем за решетку. Конечно, да. Ну, то есть, ну, вот ведешь себя хорошо, все у тебя будет хорошо. Получишь, соответственно, ведешь себя плохо. Ну, правда, такой идеализм немножко. Да-да-да. Вот, что, ну, на самом деле, конечно, я думаю, что не совсем так. У всех бывает по-разному и так далее. Но вот я считаю, что вот сейчас род людей, отряда приматы, да? Интересно, ты человека позвал. Да, сейчас я перехожу к вопросу о Вере. Он сильно шагнул вперед в плане палитры, краски оттенков, вот добра, зла и так далее. То есть сейчас значительно все немножко пошире. И вообще представления о законах развития планеты Земля тоже изменились. И вот тогда к третьему пункту, если говорить, то, ну, все-таки я считаю карму таким, правда, культурным явлением, культурным понятием. Мне нравится, что люди задумываются о подступках и последствиях, которые могут наступать, и этим себя регулируют. И с точки зрения культуры, составляющей меня вообще, никаких вопросов в карме нет, мне нравится. Вот, но с точки зрения, конечно, на свое собственное представление, что я в кого-то перерожусь, или там, в общем, что у меня есть какая-то кармическая история в этом смысле. Который может вернуться, да. Ну, то есть как, типа, культурный такой регулятор социума, это кайф, да? Типа, а вот верить во что-то там, в макаронных монстров, это... Ну, да. Вот, поэтому я подумал, что можно, конечно же, сейчас попытаться приводить научные аргументы, почему нет, или почему там как-то... Ну, я считаю, что это не особо моя работа, поэтому вот могу посоветовать слушателям зайти на сайт anthropogenes.ru, ссылку оставим, вот, почитать там. Вот о развитии человечества, вообще истории мира, и это очень классно. Там все подробно написано. У нас, да, кстати, у нас будет потом суперсюрпризный выпуск, пока... Связанный с anthropogenes.ru, верим в это. Да, верим. Класс, Гош. Ну, и второй вопрос. После удаленной работы большой протест на работу в офисе, выполняю все те же задачи, что и дома, но трачу на три часа больше. Как жить с мыслью, но нафига я приехала? Вот такой вопрос. Мне кажется, после, да, люди сейчас... Я, знаешь, вот заметил, что люди постепенно привыкли к онлайну, то есть они как-то уже... И многие как бы не стремятся выбираться из дома, то есть, ну, стремятся, понятно, выбраться. Ну, реально, три часа больше, я так думаю, что человек имеет дорогу. Да, 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 да. Потому что, знаешь, я сейчас живу в центре, снимаю квартиру. Ох, какой. Как ты знаешь. Ох, какой ведущий подкаст, посмотрите. Это для слушателей. Вот, ну, на самом деле, да, для меня было открытием когда-то, что на самом деле можно квартиру в центре найти по той же самой цене, что и на окраине. Вот, и для меня момент переезда в центр был как раз связан с тем, чтобы я меньше передвигался. Ну, понятно, правило нулевого километра. Работай там, где живешь, живи там, где работаешь. Да, да, и у меня все рядышком, и я очень понимаю автора вопроса и думаю, что у меня в плане дороги-то не сильно все поменялось, но и я ощутил тоже вот этот момент, что, ого, можно там пойти навстречу. Можно за 15 минут доходить, да, дорогой? Да, или принимать клиента. Ну, по сути дела, ты 5 минут назад делал что-то свое по дому, оп, сел, включил Zoom или там что-то другое и поехали. То есть в этом смысле. Но в первом пункте я хотел про другое подумать. Давай. Точно ли дело в пространстве? Ну, то есть в пространстве офиса. А может быть, дело в эмоции, вызванные у автора вопроса, они как раз не связаны с пространством, а больше связаны с деятельностью, с отношениями в коллективе. Теперь они встретились, эти люди, знаешь, они там до этого находились... Столько не видели, еще бы столько не виделись, да, друг с другом. Ну, то есть, правда, сейчас появился новый стресс. То есть раньше был стресс то, что я... Удаленка, а теперь... А теперь стресс обратно в офис. Конечно, поэтому можно посоветовать только держаться, держитесь. Держитесь, наша слушательница. Как сказал один известный человек, да? Нет, но вы держитесь. Да-да-да. Вот, ну, второй пункт, он тоже про то, продолжение, как раз у меня такой вопрос, а что вы хотите? Вот вы на что рассчитывали? Организм уже адаптировался. Мы же говорили про состояние, да, человека в одном из выпусков, да, можно, кстати, ссылочку потом прикрепить, что есть там постоянное какое-то состояние, да, и когда нарушается вот это вот проразвитие... Да, гомеостаз? Да-да-да-да-да-да-да. Да, ну, то есть, организм уже адаптировался к сидению дома, к тому, что вам не нужно тратить время на дорогу. И раньше вы протестовали против того, что вас заперли в четырех стенах, а теперь вы, ваш организм протестуете против того, что надо теперь перемещаться, тратить время на дорогу. Но дорога — это, правда, нагрузка. Дорога, дорога, Осталось немного О жизни моей непростой Да, то есть, правда, дайте себе время привыкнуть. Вот попейте витаминчиков, радуйте себя чем-нибудь, но реально иначе с дорогой не может быть вообще. Слушай, ну, у меня был такой момент, наверное, привыкания, да, вот, к онлайн-работе. Я очень понял, наверное, понял важную вещь, что очень важно менять обстановку, потому что тоже находиться дома в четырех стенах, ну, надоедая. То есть, вечерние прогулки, там, выезд на велике в парк, или, ну, хотя бы элементарно там дойти до магазин, прогуляться просто, да, за чем-то, не знаю, замороженным. Вот, какая-то такая вещь все равно должна присутствовать. Ну, для меня, правда, привычка организма очень такая стойкая в этом плане может быть, потому что я никогда не был в числе тех, кто говорил, что, о, боже, ехать в общественном транспорте или, о, боже, трястись на машине, это так тяжело, эти пробки. О-о-о. Ну, я наоборот, я очень люблю общественный транспорт, с удовольствием сажусь во что угодно. Потом кататься с людьми, дышать в затылок, да? Да, меня вообще это не расстраивало. То есть, я с удовольствием ездил в метро. Ну, понятно, что сейчас пик не так удобно, но там трамвайчики и все. Привет, фиолетовая ветка. А? Привет, говорю, фиолетовая ветка. Да, но для меня это было все, всегда все очень хорошо. И я, допустим, вообще любил сесть и поехать куда-то в автобусе. Прям еду в автобусе. О, да-да-да. Это прям кайф. Я понимаю, этот кайф, да. Вот, поэтому, но когда я вот как раз переехал в центр, у меня был, сейчас мне уже тяжелее. То есть, я сейчас уже, так как нет такой практики, сейчас, когда я сажусь, мне вот поймать тот вайп, тот настрой, который у меня был раньше с этими поездками, мне не так просто. Я уже думаю, действительно, надо позаниматься чем-то полезным в дороге, потому что, ого, столько ехать. И, кстати, когда я перестал ездить, я перестал читать. О. Вот, потому что я тогда читал, а сейчас максимум, что я могу... Ну, когда ты... Нет времени на дорогу, когда читать? Чтобы вы понимали, сейчас у Гоши стоит суфлер за моей спиной. И просто с показа этого не шпичек. Ну, в общем, поэтому третий пункт. Нужно держаться, в общем. Это первые два. А третий пункт, ну, про другое. Он как раз про изменения. Я подумал, что, может быть, самое время сейчас для эволюции вашей организации. Мы же говорили с тобой в предыдущем выпуске про этапы развития организации, как раз таки, да. Да. И я не знаю, какой статус у автора вопросов компании. Может ли он такое сделать, но, может быть, стоит инициировать обсуждение возможности дистанционной работы с руководством? Или хотя бы частично дистанционной? А что нет? Вот, может быть, правда настало время, когда вы понимаете, что часть вашей деятельности можно перевести онлайн? Можно перевести онлайн, да. А мне кажется, такое понятие, ну, такое понимание сейчас приходит у всех, у большинства типа организаций, потому что они понимают, что, ага, оказывается, ту работу, которую люди делали в офисе, можно делать это и удаленно. Да, да. Но вот в противовес тому я хочу добавить, что все-таки личное присутствие, такое командное, эмоциональное, оно помогает для меня лично ощущению единства, сопричастности, и когда нету долго личных встреч, правда теряются для меня какие-то вот эти... Ниточки, навыки такие, да? Ниточки между друг другом и сложнее ощущать командную цель и так далее. И вот, может быть, автор вопроса как раз отвык от вот именно личного взаимодействия и сейчас не особо осознает ценность присутствия в одном пространстве. Вот, на самом деле, ценность этого, конечно же, есть. Вот, но, может быть, она просто забылась и уже сейчас воспринимается как нагрузка, а не как ценность, то, что мы, наконец, собрались вместе. Ты менеджер среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на... Твой это век, твоя компьютерная эра, главное не человек. А его карьера. А его дорога. Дорога до работы сейчас. Дорога до работы, да. Ну, потому что, правда, всем ясны минусы вот этих open space, когда все сидят в одном пространстве, нет вот этого ощущения личного какого-то места, но, тем не менее, в этом есть и плюсы, когда я вижу глаза, вижу... Ну, живой контакт, понятно, да. Поэтому здесь, конечно, важно просто сбалансироваться. Класс, Гош. Ну, и третий вопрос в первом блоке таком, в первом полчасовом блоке нашего выпуска под номером 26. Думаешь, полчаса мы будем писать первый блок? Ну, может быть, меньше, может быть, больше, не знаю, посмотрим. Сейчас пока 12 минут, Саш. О, о. Как начать самодостаточность и как перестать привязываться к каждому второму человеку и делать его буквально смыслом своей жизни, а потом убиваться после его ухода? Тут, конечно, на поверхности нестабильная самооценка, и это ужасно прежде всего для ментального здоровья, когда человек ставит чьи-то интересы превыше своих. Но как стать более самодостаточной и жить своей жизнью интересами и целями? Вот такой вопрос. Большой, объемный. Да. Так кто от чего страдает? Кто-то от того, что не может никак сблизиться с кем-то. А кто-то страдает от сближения. Представляешь, насколько разные слушатели у нас? Блин, так круто. Я так радуюсь. Насколько разные мы с тобой, Саш. А ты радуешься от сближения, Гоша? Достаточно того, что мы сидим по разные концы стола, соблюдаем социальные дистанции, все такое. Класс. В общем, первый пункт серьезный. Я думаю, что, конечно, прежде всего важно пережить вот ту самую боль, грусть и бессилие от того, что нет ничего вечного и единственного. То есть, нет, невозможно остановиться на одном человеке, невозможно сделать так, чтобы он был навсегда, только он один. Конечно, есть пары, которые живут вместе с 50, 70, 150 лет. Есть друзья, которые дружат там всю жизнь со школы. Но, тем не менее, они за это время претерпевают кучу изменений. Их отношения претерпевают множество изменений. Они могут расходиться, сближаться и так далее. Поэтому, ну, это грустно, это больно, но это как раз история развития. Потому что невозможно всегда оставаться вот в том, в той точке ноль, в которой вы встретились и в которой вы там впервые друг другу понравились. Поэтому нет ничего вечного единственного. Побудьте с этим. Ничто на земле не проходит бесследно. У нас сегодня ретро и фэмлоск, мне кажется. Ну, Кош, ты мне когда какое-то ретро настроение. Летнее ретро настроение сегодня. А второй пункт про как раз хотел заметить такую интересную тему про то, что часто зависимое поведение, о котором говорит автор вопроса, формируется не от самооценки или, например, не от привычки прерывать отношения путем слияния. То есть можно прерывать отношения путем того, что люди друг от друга отпрыгнули, а можно на самом деле так слиться в одно целое, что и отношения не захочется. Потому что мы все стали одним, не двух людей, а мы какая-то одна субстанция эмоциональная и не различаем. А как раз зависимое поведение формируется от ранней сепарации, то есть от раннего отделения. То есть иногда меня на консультациях могут родители спросить, когда работают про детско-родительские отношения. Слушайте, у нас ребенок, нам кажется, он уже вырос, нам нужно его, нам хочется его побыстрее. Из гнезда его выкинуть. Да, из гнезда, а он что-то сопротивляется. Но ему уже по возрасту, ну хорош, пусть он уже сам. Ему уже 28. Ну это обычно речь идет про подростков. Да, я понимаю, понимаю. И здесь мы, я всегда очень осторожен, мы обсуждаем вообще весь контекст, потому что иногда родители стремятся вытолкнуть из гнезда, как ты говоришь, еще не готового ребенка. И потом, так как он еще не готов к отделению, не готов к сепарации. Поэтому у него возникают страхи такие, да. Да бог с ним страхами, он потом, они-то его от себя отодвинули, а он-то не готов, ему нужно с кем-то слиться, он сливается, с чем попало. Ой, я вспомнил историю, Гош, когда мы ездили с родителями в Геленджик отдыхать, и я не умел плавать. И мы с братом плыли по матрасу, а у меня папа, он мастер спорта по плаванию, он прыгнул на матрас, и я вылетел с бортика. И вот так меня сепарировали, как бы выкинули меня из гнезда, а я болтаюсь, в воде плавать не умею, и чуть не утону. Да. И вот тогда как раз человек постоянно ищет какие-то объекты для слияния, и ему просто рано быть отдельным, и ему как раз нужно побыть под крылышком, побыть приласканным, накормленным, и без этого он не может. Вот не может. И тут важно как раз понять, кто реально может быть в этом поддержкой вам. Потому что, видимо, вы говорите про какие-то более-менее равные отношения, и в равных партнерских отношениях это невозможно. То есть, чтобы один другого, грубо говоря, эмоционально усыновил. Да-да-да. Это невозможно. Тут там иначе потребуют оплаты. Ну, типа, с хера, я тебе помогаю. Я тебе вообще-то не папа, мы тут партнеры. Вот. Поэтому в случае, вот, видимо, автора вопроса, оплата как раз в отказе от своих потребностей жизни ради другого. А как раз есть такая гипотеза, что, возможно, ему еще рано отделяться. Ему важно как раз найти, с кем побыть в такой немножко детской позиции, чтобы его опекали. Вот такая у меня мысль. Класс. А третий пункт, он как раз про то, что делать. Да? То есть, я думаю, что стоит признать, что ваша способность к самодостаточности пока ограничена. Ну, что автор сам про себя говорит. Да, 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 да. И определить сферы, где вы уже можете сами. То есть, наверняка, ну, сто процентов. Может быть, даже и какие-то маленькие вещи, да, там из серии. Да, да. Там из серии вынести мусор, приготовить самому себе поесть. Я начинаю с малого. Ну, Да, то есть, ну, если речь про отношения, где он может быть один, а где ему все-таки, где есть сферы, которые нуждаются в поддержке. И подобрать полезные, а не вот такие абьюзерские ресурсы. Да, потому что, видимо, про партнера, про человека, в которого наш автор вопроса влюбляется, у него такое, ну, знаешь, сразу есть ограничения, сразу есть что-то, что делай взамен, сразу действуй по моим правилам, по моим ценам, по моим принципам жизни. А автору важно найти такие ресурсы, такие отношения, где все-таки он может потихонечку расти. И вот, если такую метафору представить, что есть парник, да, где растет растение, да, какой-то цветочек. И вот сейчас цветочек может быть только частью за парником, а все остальное, там, допустим, он может быть своим бутончиком уже за парником, а корни все-таки должны быть в тепле. А со временем, потихонечку, вот он так будет разрастаться и полностью вылезет от этого парничка. Ну или какие-то, на какие-то сезоны будет вылезать. Вот, то есть, не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Эй, йоу, каста здесь. Класс. Короче, я думаю, что не стоит переживать и вот насильно себя толкать в сторону самодостаточности. То есть искать сферы, где можно самостоятельно, ну как бы... Да, да, да. Вот то, что мы говорили в прошлом выпуске, как раз понять, где я могу сам, а где мне нужна поддержка. Но вот поддержку найти все-таки в фигурах, которые не берут за это плату. Да, да, да. Ну, которые готовы побыть такими родителями, а родители, они все-таки... Безвозмездно поддерживают. Да, да, да. Вот, думаю, так. Класс. На этом первый блок нашего большого выпуска пока, пока такой не подходит к концу, не хочу говорить, подходит к концу, но первый блок у нас завершается. Сейчас у нас будет небольшая такая рекламная ставочка. Да, Гоша. Ты же подводишь. Я подвожу очень долго. И затем мы продолжим, еще обсудим три вопроса наших слушателей и продолжим наш выпуск. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Друзья, и у нас есть еще одна радостная новость. Мы появились на площадке Storytel. Е, да, Storytel, друзья, это большая библиотека аудиокниг в одном приложении. Первые две недели и приложение вы можете пользоваться бесплатно. Потом оформляйте подписку и можете слушать наш подкаст. У кого-то, может быть, есть уже подписка. У кого-то, кстати, может быть, есть уже подписка, поэтому слушайте аудиокниги, слушайте наш подкаст в приложении Storytel. Ссылка у нас есть в описании, поэтому переходите, слушайте, наслаждайтесь. Да, нас это лично поддержит. Будет круто, если на этой площадке нас тоже будут слушать. Класс. Погнали дальше. Да, Гош, у нас есть еще, мы продолжаем наш большой 26 выпуск и у нас есть еще три вопроса от наших слушателей, поэтому погнали. Итак, внимание, четвертый вопрос, знаешь, что, где, когда. Внимание, вопрос. Про планирование, долгосрочное. Как начать это долгосрочное планирование? С чего начать и почему это сложно? Вечный вопрос. Все хотят планировать, как это хочется делать качественно. Все хотят гулять чтобы планы не менялись, чтобы все шло. Ну ладно, давайте попробуем. Я думаю, что первый пункт, прежде всего, я всегда за это топлю, нужно выстроить иерархию потребностей, которые у вас, очевидно, сейчас присутствуют в жизни. То есть, что это может быть у вас? Главное сейчас потребность в деньгах, в здоровье, в отношениях, в самореализации, в путешествиях и прочее. То есть, что в каком порядке? Сколько времени вы хотите на это тратить? В каком проценте каждой потребности вы будете уделять внимание? Думаю, вот это самое главное в планировании. Без этого как бы дальше никуда. А второй пункт, он про то, что не стоит уплотнять график. Вот это самая, мне кажется, большая и моя подстава, я стараюсь всегда за этим следить, но, знаешь, от такой некоторой жадности упаковать в свое время максимально эффективно. Типа набить свой день максимально полезное. Это была какая-то картинка такая в интернете, ходила во время как раз карантина, типа, что вот я успел пройти 12 курсов, изучить язык, похудеть на 5 килограмм, и как бы, да, где только этого человека найти? Ну вот у меня, знаешь, такая тема, что я иногда, даже, знаешь, не для того, что максимально полезно, а у меня есть идея в том, что нужно столько всего интересного и хочется все это поместить. И потом я, когда плохо спланирую, как раз таки, я делаю, 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 а потом у меня просто наступает момент, когда я просто выпадаю на несколько дней и, условно говоря, лежу. И вот почему это происходит у меня лично, потому что я не оставляю время для пустоты. То есть при планировании дел, при планировании вот этих как раз времени на потребности свои, мне кажется, круто оставлять где-то 20-30 примерно процентов вот именно пустых. Для безделья. Ну вот пустых. Не важно для чего, все равно что-то будешь делать. Потому что могут, во-первых, возникать дополнительные ситуации какие-то, потому что при долгосрочном планировании это всегда будет. То есть что-то будет появляться, о чем вы вообще не подозревали еще какое-то время назад. Это временная заначка, да? Да, да, вот. Хорошее слово. И вот, может быть, что-то и запланированное даже вас больше увлечет, вы захотите там больше делить время. Поэтому пункт номер два это про пустоту, про время для пустоты. Хочу смеяться пять минут. Именно так. Никогда так не получается. Блин, всегда смеешься или больше, или вообще не хочется смеяться. Ну а третье, я думаю, что важно всегда оценивать ресурсы, которые есть для реализации этих потребностей, понять, чего достаточно, а что может быть нужно прибавить, нарастить, или что в данный момент вообще может быть недоступно, невозможно для вас. И тогда эту задачу или как бы сделать ну такой отдаленной и постепенно к ней идти, или вообще заменить эту задачу на другую, которая как-то компенсирует. Вот думаю, что вот именно в долгосрочном планировании... создать направление, ну которое, да, желаемое направление, да, то есть понять, какие ресурсы тебе для этого нужны и грамотное планирование. Да, и есть ли они, потому что часто в долгосрочном планировании мы ставимся какую-то задачу, но забываем, что к этой задаче нам нужно очень многое еще нарастить у себя, ну в плане навыков или в плане знаний или в плане чего-то там еще, денег накопить. Ну понятно, да, чтобы вырасти дерево, нужно сначала сполоть грядку, как бы посадить семена, поливать, ну понятно. Такой-то огородник, ну все правильно, да. На даче был, Гош, просто. Сашка огородник. Надеюсь, тебе эта кличка не привыкли. Спасибо, Гош, спасибо. Так, и вопрос номер пять. Есть ли смысл в продолжительной личной терапии? Это, Гош, такой специальный вопрос, видимо, для тебя. Если конкретного запроса нет, а хочется качественных изменений личности, иными словами, может ли личная терапия сделать лучше то, что уже хорошо? Ну да, кому еще задать вопрос? Вот мне, психотерапевту, пожалуйста. Кому как-нибудь, психологу, задать вопрос про психотерапевту, да, про личную терапию. Слушайте, я думаю, что в пункте первом, давайте сразу поймем, что на простом языке, что есть антикризисная терапия, а есть профилактическая. И вот тут такая параллель с какой-то другой сферой, например, массаж. Да, то есть иногда что-то защемило в спине, вот у меня в январе защемило в спине, я как пошел на курс массажа. Все хорошо. Но кто-то молодец. И каждый месяц. И как только у него, у меня, как только перестала спина болеть, я, конечно же, что сделал? Забил. Забил. А кто-то молодец, он ходит регулярно, и у него спина вообще никогда не болит, потому что он молодец, ходит на массаж. В принципе, такая же история с терапией. Второй пункт. Это все про заботу о психическом здоровье, да, мы регулярно про это говорим. Я думаю, что на самом деле очень много людей не может радоваться нормально и не справляется именно со спокойным, размеренным ходом жизни, когда, в принципе, все устраивает. И начинается такой внутренний путь. Знаешь, такой внутренний... Просто пришло и путь, как бы, в ассоциации. Я думаю, там такая, что? Действительно ли все в порядке? А может быть, не все в порядке? А может, я просто не замечаю, что что-то не в порядке? Скажи, ну. Да. И у меня, на самом деле, как у клиента, очень запоминающиеся были сессии, и, надеюсь, будут, когда я просто приходил к терапевту поговорить про радость, что все хорошо. И действительно, когда мы проговаривали, а что действительно хорошо, а как я с этим живу, это действительно были такие еще более вдохновляющие сессии. То есть я приходил не в слезах и не в кризисе, что, боже, что мне делать. Я приходил, что все здорово. Все, что у меня случилось, то-то, да. Да, и это помогало еще больше это развивать. То есть для меня это было очень классными такими моментами. И вот я как раз как психотерапевт, когда у меня клиенты приходят именно с радостью, что, слушай, Гош, да все нормально. Все так здорово. Отпишем Верку сердечко. Хорошо. Все будет хорошо. И они могли бы, в принципе, отмениться, если сказать, да у меня нет вопросов, давай сделаем паузу. Но они все равно приходят. Если они приходят и делятся радостью, обычно из этого тоже рождается что-то более, знаешь, такое уникальное, такое новое и так далее. Знаешь, вот как можно креативить из серии того, что у нас все плохо в компании, нужно срочно покреативить антикризисный такой креатив, чтобы что-то в общем наладилось. Да, да, да. А можно креативить, когда все у нас зашибись, у нас просто есть дополнительное время. Мы периодически просто придумываем новые вещи какие-то. Да, и вот это как раз про такую историю. Ну а в третьем пункте, я просто, это для психологов он будет, я люблю шутить, что у хорошего психотерапевта всегда есть свой запрос к своему терапевту. Вот поэтому такая психотерапия как метод, отвечая на вопрос автора, может быть таким перманентным сопровождением жизни. А дальше, на самом деле, как вам удобно, как вам нравится, хотите ходить, ходить, не ходить. Я считаю, что можно делать паузу в терапии, если у вас нет каких-то сложностей, а потом возвращаться, если они появились. Может быть, психотерапия каким-то этапом жизни походила, больше никогда в жизни не ходишь, тоже окей. Может быть, кто-то выбирает психотерапию, вот как я говорил в первом пункте, как массаж, да на здоровье. Здесь отличных предпочтений, увлечений и желания уделять в жизни чему-то время. Класс. И получился, кстати, пункт не только для психологов. Хорошо. Итак, Гош, последний вопрос. Финалити. Финалити. Ой, классное слово какое. Фаталити на финалити. Последний, шестой вопрос большого выпуска под номером 26. Нужно ли долго проговаривать с подругой какую-то мини-конфликтную ситуацию? Вопрос большой, поэтому буду сейчас вчитываться. Которая между вами произошла. Итак, нужно ли долго проговаривать с подругой какую-то мини-конфликтную ситуацию, которая между вами произошла? Ради доверия и ваших близких отношений, если тебе это неприятно, а подруга требует или тут важнее своё спокойствие, и ощущение безопасности? И нормально ли сказать нет? Типа сейчас же мега-тренд, но нужно разговаривать, иначе отношения хреновые, но периодически это выглядит, как манипуляция твоим чувством вины. Я сама за искренность в отношениях и знаю, что нужно такое обсуждать, потому что столько грустных примеров, когда этого не делают, только иногда ещё меньше хочется общаться с человеком после таких разборов полёта. Да, класс. Я преклоняюсь перед этим вопросом, потому что мне кажется, это прям очень хорошо. Ну, вообще, про тренд мега-разговар... нужно разговаривать, да, потому что я тоже топлю за коммуникацию. Да, да. Ну, знаешь, это вот история про то, что... Но не всегда. Не всегда. Я вот люблю замечать, знаешь, когда что-то становится популярным или что-то становится нужным. Оно становится сверх каким-то утрированным, да? Да. Вот давай первый пункт будет как раз про это, потому что, ну, очевидно, что в данный момент нашей слушательнице этого не хочется. Вот тогда откуда у неё появляется слово «нужно»? Вот мне не хочется, откуда слово «нужно»? Это какая-то... Ну, она сама замечает, что это вот какой-то тренд, и она... начинает разговаривать не потому, что ей хочется разговаривать. А потому что это надо сделать, да? Да, типа, это полезно, иначе отношения будут хреновые. Какая-то вот такая установка появилась и так далее. Вот. И, знаешь, вот возвращаясь к трендовым вещам, это, например, сейчас, мне кажется, есть тоже такой тренд на бережность, чувствительность к людям, типа, уважение чужих границ. Осознанность. Ну, да, немножко другое, но вот именно вот про то, что я буду, должен быть другими аккуратным, потому что у каждого есть своё мнение, когда-то сказать, что я не хочу, не буду. Толерантность такая, да? А? Толерантность такая. Ну, да, ну, толерантность вот в этом именно смысле. Да-да-да. Но вот мне кажется, что при съехавшем балансе, вот когда этого чрезмерно много, то люди начинают, знаешь, например, есть требования, которые, был заключён договор, договорённости какие-то, и вот потом говорят, ну, так, выполняй свои договорённости. Он говорит, что это вы мне приказываете выполнять свои договорённости? Это какое-то насилие, что за насилие, я не хочу этого делать. Так мы же договорились, хиро ли ты не выполняешь? Он говорит, о боже, и начинается вот этот крик, что меня заставляют, мне нужно, так вы же договорились. И вот здесь, в общем, важно не улететь в эту историю, когда за бережностью, чувствительностью, или там вот за желанием нужно разговаривать, становится вот реально такое насилие, что типа, нет, поговори со мной, нет, будь ко мне бережным. В смысле? Успокойся, леди. Да, ты видишься как скотина, почему я должен себя с тобой бережно, да, то есть пошёл вон, а человек говорит, ты просто, как ты так можешь поступать? Ой, блин, я такой личный опыт вспомнил, Гоша. Ты просто игнорируешь наши договорённости, я не хочу с тобой больше общаться, ты просто принуждаешь меня к, да нет, ты не принуждаешь, мы договорились. Боже, Гоша, такой флэшбэк вообще просто. Ладно, потом обсудим. Поэтому вот здесь, мне кажется, здесь важно, конечно не улететь, но это нормально, с другой стороны, знаешь, когда формируется новое поведение у людей, вот допустим, сопротивление такое, поведение такое. Раньше, что, если я плохо себя чувствую, я иду в бар, или я иду на дискотеку, веселюсь, сбрасываю, а сейчас, если я себя плохо чувствую, я начну анализировать, это тоже модно, я почитаю книги. Шутка про 18 лет и про 25. Да, схожу к психологу, вот это вот тоже такой тренд, что я буду анализировать, что со мной произошло. Но потом это становится, в какой-то момент человек, ему от этого реально приходит польза, и он думает, все, теперь я всегда так буду делать. Что бы ни происходило, я буду ходить к психологу. У меня теперь, мне же помогло, вот, и здесь важно вовремя заметить, что теперь я, где раньше я мог сам разрулить, теперь я вообще перекладываю эту ответственность на кого-то и отказываюсь принимать решения самостоятельно или не обговорив с кем ты. И как раз таки пропадает самодостаточность. И в этом смысле вот важно не загреметь, ну, опять же, как я говорил, это такая естественная история, что человеку нужно сначала увлечься, вот ваша подруга, видимо, она вот увлеклась, ей это важно, для нее сейчас это главная ценность жизни, пусть увлекается, но просто в какой-то момент она сама уже устанет, мне кажется, она должна, в таком случае, на мой взгляд. И свиней, я была такой дурой. Да, и потихонечку это отойдет, то есть, это вот как, знаешь, увлечение, а потом это увлечение становится таким менее интенсивным, более спокойным, и постепенно уже приходит в нормальный такой пункт. Как тектоник. Примерно так. Второй пункт. Давай. Я думаю, что должны быть в случае, если это реально ценность между двумя людьми, Саша, как у тебя, да, ценность проговаривания? Да ладно, у меня тоже, что уж там. То эти нужны договоренности о том, как и когда это делать. Ну, типа, или длительные договоренности, что мы, если поссоримся, вот мы, там, будем это делать спустя час или прям сразу или на следующий день. И ситуативно договоренность, ну, если что-то в данный момент хочется сделать по-другому. Но, знаешь, мне хочется, наверное, пример из своей жизни привести. У меня с девушкой была такая интересная история, когда у нас возникали недопонимания, я не мог, знаешь, мы прояснили, ну, обнаружили внимание, там, может быть, там, в какой-то момент поругались, но не критично, а так, все равно был не конфликт. И я, мне было важно сразу сказать, так, хорошо, стоп, давай вот сейчас спокойно разберемся, как вообще так получилось. Для меня было важно это сделать сразу же. Она говорила, слушай, я на эмоциях, вообще не готова. Мне не надо сразу. Я тебя сломаю. Я просто сдох. Ну, то есть, я не готова сейчас. И так далее. И у нее была как раз история про то, что ей важно отложить. Блин, Гоша, у меня такая же фигня была, ну, правда. Да, и сделать через какое-то время. И мы вот очень, и у нас как раз были ситуативные договоренности, то есть, когда-то, когда это случалось, мы делали это сразу, когда она была готова, а когда-то она говорит, нет, я не готова, и тогда я понимал, что мы обсудим это позже. То есть, в конкретных отношениях соблюсти вот это вот, заключить эту договоренность. Иначе ничего еще не понятно. договоренность не только про то, что мы выясняем эти ситуации, но и когда мы выясняем эти ситуации. Потому что, ну, вот в третьем пункте как раз, что вот эти обсуждения не должны быть для создания ресурса, то есть, в спокойном состоянии, для удовольствия. Да, то есть, это должен быть кайф. То есть, мы такие, как детективы, сели и распутываем, а что это произошло. И то есть, нам обоим от этого хорошо, и становится с каждым словом все лучше и лучше. Мы такие, боже мой, вот это, здесь я вот это услышал, здесь я вот это услышал. Блин, на самом деле, как классно, что мы поговорили, я тебя люблю, все супер. А когда это становится таким нудным, вымученным, это жесть. Это просто становится еще одним конфликтом, еще, типа, наказанием за конфликт. Мы посрались, а теперь у нас наказание. Мы должны теперь этого выяснить. Мы должны разговаривать с тобой 30 минут минимум. Да, то есть, это ни в коем случае не должно быть вот в такой форме. И вот закончить этот вопрос... Ну, понятно, это должно быть для разрешения ситуации, а не для создания новых, как бы, да. Для кайфа это должно быть. Типа, был конфликт, а сейчас происходит этот разговор, и этот разговор эмоционально положительный, и он восстанавливает ту энергию, которая была до конфликта. Круто. При этом получается новый, какой-то, может быть, опыт. А когда вот это, как, знаешь, ну, как я уже говорил, как наказание, это жесть просто. Я сочувствую вам, что у вас так происходит. Реально. Знаешь, я вот подытожить этот вопрос, может быть, выпуск в целом. Я недавно посмотрел шоу «Подруги». Знаешь, что такое? С «Снежным редактором». Да. Я посмотрел давно-давно, когда-то выпуск. Татьяна Космос. А тут посмотрел, решил посмотреть... Татьяна Космос, говорю. Твоя любимая? Ну, она красота красотка, да? Ну, красиво, конечно. Да, мне нравится. Вот. И, в общем, про то, что... Сижу краснее. У нее был выпуск с Надей Тлаконниковой, и там была хорошая фраза, я не помню, кто ей сказал, а пересмотрите, я заленился. Поэтому процитирую, как я это понял, там немножко с матом, но я по-другому скажу. Была классная фраза «Просто отстаньте друг от друга». Вот. Ну, там было в контексте того, что люди очень часто высказывают свои претензии, придираются к увлечениям, к мыслям, им хочется кого-то переделать. И вот я думаю, что хорошая фраза в завершении выпуска «Просто отстаньте друг от друга». Да. Ребята, 26 выпуск, подкаст 3 пункта, «Просто отстаньте друг от друга». Да, слушай, ты же говорил, что есть песня про подруг, помнишь? О, да, точно, точно. Горь. Класс, да, спасибо, что ты вспомнил. Ты готов? Ну, так как там Лолита Милявская. Поёт Лолита Милявская, Леона Аппина, на всякий случай, да. Я, конечно, готов. У меня сегодня просто ретро-летнее настроение, я на такой волне вспомнил эту песню в вопросе про подруг. Давай, пробуем, отбивай. Раз, два, три, пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, что мы с тобою ни на что не променяем. Сердечной дружбы нам подаренной судьбой. Ребята, 26 выпуск, подкаст 3 пункта. Напоминаем про все ссылки, что все полезные ссылки мы прикрепляем в описании к выпуску. Также вы можете прослушать нас в приложении Storytel, Google подкасты, iTunes подкасты, YouTube, SoundCloud, ВК, Яндекс.Музыка. Также в ВК у нас есть сообщество, где вы можете оставлять ваши вопросы в сообщениях и делиться своими комментариями, лайками на наши выпуски. Ну и, конечно же, друзья, слушайте подкаст 3 пункта психология и юмор. Аллилуйя. Аллилуйя. Всем хорошего лета, друзья. Аллилуйя. Встретимся через неделю. Что еще сказать? Пока. Пока. 3 пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.